Шкода рассекретила внешность Superb нового поколения. Киа показала рестайлинговую версию седана К5, а китайцы выводят на наш рынок сразу несколько новых моделей. Здесь неделя на колесах с вами, как всегда, Катя. Поехали! Уже совсем скоро пройдет мировая премьера Шкоды Superb четвертого поколения. Накануне этого события компания опубликовала изображение экстерьера автомобиля. Superb будет доступен с кузовом Universal или Liftback. Хотя родственный ему Volkswagen Passat в новом поколении предложен исключительно в виде универсала. Изменения в дизайне экстерьера Superb получились не революционными, и стилистически новое поколение похоже на предшественника. Тем не менее, обращают на себя внимание агрессивный передний бампер, более внушительная рамка радиаторной решетки, матричная головная оптика, штрихи в задних фонарях и зеркала, стоящие на отдельных ножках. Изображение интерьера нового Superb мы уже видели, да и технику рассекретили тоже уже давно. Машина будет построена на платформе MQB, у нее не будет механической коробки передач, а вот дизельный мотор ей решили все-таки сохранить. Самые консервативные европейские потребители должны остаться довольными. Но давайте дождемся премьеры. Она состоится 2 ноября, так что ждать нового автомобиля осталось уже недолго. Дебют актуального поколения Kia K5 состоялся в 2019 году, а значит пришло время эту модель обновить. Само собой, первыми обновленный автомобиль получат корейцы, и местные дилеры уже открыли прием предварительных заказов. Что нового? Технически почти ничего. Гамма моторов осталась прежней, полный привод предлагают только для рынка Северной Америки. Зато внешние изменения есть. Например, К5 достались новые более вычурные фары с дополнительными секциями в бампере, новый узор диодных ходовых огней и клыкастые задние фонари. Внутри седан обзавелся изогнутым табло с виртуальной приборкой и тачскрина мультимедийной системы под общим стеклом. Дефлекторы обдува перед передним пассажиром спрятали в единую плашку. Установили новый блок управления климатом. В основании центрального тоннеля предусмотрели площадку для беспроводной зарядки. Из совсем новых фишек – система аутентификации по отпечатку пальца. Кроме того, в Кии сообщили об улучшенной шумоизоляции и изменениях в подвесках для повышения комфорта. Что из этого рестайлинга получилось, узнаем, когда машины появятся у нас в рамках параллельного импорта. Но это случится еще не скоро. После того, как обновленный седан доберется из Кореи до рынков других стран. Ждем. Китайские производители продолжают радовать нас своими новинками. На прошлой неделе сразу несколько из них анонсировали появление новых моделей на нашем рынке. В российских шоурумах Чанган появился новый кроссовер CS95 с прибавкой Нью. У себя на родине этот SUV дебютировал в начале текущего года. И вот теперь он добрался и до нас. Полноприводный 7-местный кроссовер оснастили переработанным 2-литровым 4-цилиндровым бензиновым турбомотором мощностью 226 л.с. и 8-ступенчатым автоматом i-Syn. На российском рынке обновленный CS95 предлагается в двух комплектациях. Стартовая цена начальной составляет 4 миллиона 199 тысяч 900 рублей. За черную спецверсию Black Edition просят 4 миллиона 269 тысяч 900 рублей. Дорого? Не беда. Дореформенный CS95 в продаже сохранили. Его стоимость начинается от 4 миллионов 149 тысяч 900 рублей. Налетайте. Компания Geely официально анонсировала для российского рынка седан M-Grand. Четвертое поколение автомобиля построено на платформе BMA, которая лежит в основе хорошо знакомого нам паркетника Geely Cool Ray. В России M-Grand будет доступен с бензиновым атмосферником, объемом 1,5 литра, с импосредственным впрыском и мощностью 122 л.с. В паре с ним будет работать 5-ступенчатая механика или классический 6-ступенчатый автомат с гидротрансформатором. В продажу седан поступит в ближайшее время, но цены еще не объявлены. Возможно, M-Grand окажется самой дешевой моделью марки Geely. И это будет хорошо, потому что уже очень хочется чего-нибудь дешевенького. Кроме этого, на неделе порадовала и Cherry, которая начала продажи в России гибридных версий кроссоверов Tiggo 7 Pro и Tiggo 8 Pro. И это еще не все. Автотор объявил о старте промышленной сборки кроссовера Baik X7, а Great Wall Motor, к ныне представленным у нас своим маркам Great Wall, Havail и Tank, на прошлой неделе добавил бренд Aura. И обещает пополнить этот список еще одним брендом Way. Одним словом, иномарк у нас становится все больше и больше. Разумеется, исключительно китайских. Как всегда, одной строкой о самых крутых машинах недели. Компания Nissan на выставке Japan Mobility Show в Токио показала пять концептов, предвещающих серийные новинки. Центральным среди них оказался электрический суперкар Hyperforce. Он показывает, каким может стать долгожданный Nissan GTR следующего поколения. Само собой, он будет полностью электрическим. Причем максимальная совокупная отдача впечатляет. Она составляет 1 мегаватт или 1360 лошадиных сил. Mercedes-Benz готовит новый компактный кроссовер GLA. Но о внешности пока особо не распространяется. Однако дизайнер испанского издания Motor.is уже подготовил свой вариант потенциальной внешности будущей новинки. Ожидается, что новинка окажется длиннее и ниже актуального поколения кроссовера. И первыми на рынок выйдут полностью электрические версии. Вероятно, они доберутся до дилеров в 2025 году. Наш дизайнер Никита Чуйко тоже не сидел без дела и подготовил новые рендеры. Во-первых, Никита представил, как будет выглядеть универсал Skoda Superb следующего поколения. Получился очень симпатичный сарай с широкой многоугольной решеткой радиатора и угловатыми фарами. А вот боковины полностью идентичны новому Passat. И это неудивительно. База у этих автомобилей общая. Во-вторых, Никита показал, каким может стать новый Nissan Patrol. Получилось немного футуристично, но интересно. Крупная решетка радиатора, двухэтажная оптика и изюминка в виде сплошного бокового остекления, переходящего в заднее окно. В общем, оцените сами. Вроде бы красиво. Ну и к нашим публикациям. Алексей Кокорин не поленился сделать интересный обзор выставки Japan Mobility Show, которая в этом году пришла на смену токийскому автосалону. Нужно сказать, там есть на что посмотреть. Toyota Land Cruiser без V-образного мотора и без рамы. Lexus со штурвалом. Фантастические концепты от Nissan. Своими глазами мы этого видеть по понятным причинам не можем. Так что посмотрим хотя бы глазами Алексея. Хотя, конечно, электрический крузак с несущим кузовом вызывает некоторую боль. Михаил Гзовский покатался на самой свежей итерации Suzuki Jimny. Вот тут, в отличие от токийского Land Cruiser, все в порядке. Шасси с лестничной рамой, зависимая подвеска с неразрезными мостами, постоянный привод на заднюю ось, жестко подключаемым передком и понижающим рядом раздатки. Стоит он, правда, 4 миллиона. Но что поделать, классика все-таки. Что может гудеть в сцеплении? Михаил Балантин вспомнил, что гудеть в нем может выжимной подшипник. Как отличить его гул от гула коробки передач? Что с этим делать? И почему в износе этого подшипника часто виноват сам водитель? Читайте в материале Михаила. На сегодня это все, друзья. Все ссылки на материал вы, как обычно, найдете под видео на ютубе. С вами была Неделя на колесах и Катя. Увидимся в следующем выпуске. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!